При содействии Евросоюза, Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров дипломатическим путем. В рамках договоренности Белград обязуется прекратить выдачу автомобильных номерных знаков с кодами косовских городов. Приштина, в свою очередь, не будет перерегистрировать автомобили сервов, проживающих на ее территории. Стороны понимают, что все прошлые соглашения, достигнутые в результате переговоров, должны быть выполнены. Я приглашу представителей двух стран в ближайшие дни, чтобы обсудить их дальнейшие шаги. Я хотел бы отметить, что мы также договорились, что в случае противодействия одной из сторон посредник ЕС может прекратить процесс. Сербы, проживающие в Косове, отказываются признавать власть Приштина и по-прежнему считают себя частью Сербии. Несмотря на разногласия, обе стороны обязались продолжить переговоры. Самое важное для нас то, что переговоры продолжаются. Номера с кодом КМ все еще остаются. Люди, имеющие номера КМ, а их на территории Косово и Метохии около 7 тысяч, могут продолжать управлять автомобилями без помех и штрафов. Косово, в свою очередь, добивается соглашения, которое сможет поспособствовать нормализации двухсторонних отношений. Если мы хотим справиться с задачей, то проблему следует решать серьезно. Речь должна идти об окончательном предложении и соглашении. Сейчас не время для маленьких формальных шагов, а время для окончательного решения, и я полностью настроен на его принятие. Конфликт, растянувшийся почти на два года, начался с того, что Косово потребовало от этнических сербов, проживающих на территории страны, сменить старые автомобильные номера, выданные еще до провозглашения Косово в независимости.